В дополнение можно сказать к этому графу вот что. Такая задача, с которой рассматривали два американских математика, Гринвуд и Гринса. Задача такая. Имеется полный град на 16 вершин. То есть 16 вершин, и мы провели все возможные любые. Ну, можно эту картинку представить себе так. Вот правильный 16-ти угольник, но я не буду его рисовать аккуратно. И в нем проведены все возможные диагнозы. Вот это и будет изображение полного графа на 16 вершин. Все возможные ребра проведены. А я рассматриваю вот такую задачу. Как раскрасить ребра этого графа в три цвета так, что никогда при этом не возникнет треугольник, у которого все ребра равна вот эта. То есть одноцветный треугольник. Ну, перебором решать такую задачу сложно. Ну, можно, конечно, перебрать все возможные раскраски. Но вот как найти такой граф? Вот они этот граф нашли. И как это можно сделать? Ну, во-первых, давайте посмотрим, сколько там всего ребра. В вершину 16, из каждой выходит 15 ребер. Значит, общее число ребер будет 16 на 15 пополам. Ну, делим пополам, потому что, скажем, здесь нужно 2 радужные. То есть будет 8 на 15. Я не могу переносить. А из каждой вершины выходит 15 ребер. А мы должны раскрасить в 3 цвета. Ну, как разумно действовать? Работа нам действует так. Что все 15 ребер, выходящие из одной вершины, надо разбить на 3 равные группы. По 5 ребер. И каждую группу раскрасить своим цветом. При этом, для каждого цвета мы сколько ребра раскрасим? В ровно третью часть всех реберов. Ну, а в третьей части, это 8 умножить на 15 делим на 10, это будет 100. Короче говоря, если мы выделим в этом графе все ребра покрашенные в один цвет, то хотелось бы, чтобы этот граф из каждой вершины выходило бы 5 ребер одного цвета. То есть граф имел бы степень 5. Гершина в нем 16, а ребер в нем 40. Так вот, все эти характеристики точно такие же, как у графа Крепса. Так вот, оказывается, можно взять, нарисовать на этих 16 вершинах граф Крепса, то есть выбрать 40 ребер, чтобы они образовывали граф Крепса из-за мощной вот этой картинки. Их раскрасили в один цвет. Потом можно выбрать еще 40 ребер, уже других не раскрасили. Но тоже их можно выбрать так, чтобы получается еще один экземпляр. И наконец, остались еще 40 ребер, и они тоже образуют экземпляр граф Крепса. Вот оказывается, можно разбить весь полный граф вот на три таких непресекающихся по ребрам графа. Каждый из них, ну как говорят, из-за мощных граф Крепса. Ну то есть устроен вот так. Из-за мощных это значит, что мы можем занумеровать решение того графа и этого, таким образом, чтобы если пара режим с одинаковыми номерами взять в обоих графах, то эти пары режим будут либо соединяться ребром в обоих графах, либо в обоих графах не соединяться ребром. То есть статистически один и тот же граф. Так что вот оказывается, вот эти графы Крепса любопытным образом возникли вот в этой задаче. Они позволяют раскрасить вот этот 16-решимный полный граф в три цвета так, чтобы не было нигде шестового не возникало треугольника одного цвета. Ну а почему треугольника одного цвета не возникает? А потому что графа Крепша нет треугольника вот этой шестового. Значит, зачем Гринфулт, Гринфулт и Гриссон этой задачей занимались? А вот зачем. Дело в том, что если мы возьмем граф на 17-ти вершинах полный, то есть возьмем 17-й угольник и проведем там все возможные ребры. И если мы захотим этот 17-ти полный граф на 17-ти вершинах, если мы захотим его ребра раскрасить в три цвета, то как бы мы их не раскрашивали, обязательно возникнет одноцветный труб. Так вот, этот факт известен был, я сейчас про него все скажу, а Гринфулт и Гриссон хотели показать, что число 17 нельзя демонитнуть число 16. А вдруг уже и до 16-ти вершин граф тоже обладает этим случаем? Оказалось, нет. вот они привели пример графа, который у него есть у меня платный. А откуда взялся вот этот граф 17-ти вершинами, который нельзя раскрасить в три цвета, чтобы не было другого? А это так называемое число Рамсей для раскраски полного графа в три цвета. Есть такая теория, Рамсей это был английский экономист и философ ну и математик он еще и логикой занимался, талантливой чем человек, живший в 30-е годы и имеющий в возрасте примерно 27 лет по-видимому от туберкулеза, тогда туберкулез лечить еще не умеет. Нам надо это правда сказать, что статья, в которой у него появилась эта теорема, там была речь вообще о бесконечных графах. Но потом те, кто интересовались этой статьей, они поняли, что интересна задача и про конечные графы и много людей этим занималось, получены разные теоремы и все их связывают с именем Рамсей теоремы. В частном случае одно из этих теорем это такое, которое я сформулирую про 17 теорем. Как ее можно сформулировать на простом языке? 17 ученых переписывают по трем темы, но это означает ребра страшно целью. Нужно доказать, что всегда найдется второе, которое переписывают по одной языке. Вот эта задача, между прочим, предлагалась в 2004 году на Международные Олимпиаде, которая происходила в Москве. Понятное дело, что школьники не знали, что сейчас не случилось с Телем Алимпсией. Это умная задача, но ее не акцелить конечно решили. Тот факт, 17 нельзя связанных у них на 16. Это уже не все знают. Я правда не полностью это конечно рассказал, потому что не очень понятно, как эти графы Крепша все-таки там искать. На самом деле Гринвуд и Гриссон это все делали совершенно в других терминах. Они похоже про граф Крепша вообще не знали, это видимо потом выяснилось. В некоторых источниках этот граф вообще называют графом Гринвуд и Гриссон. Ну это видимо те люди которые у них все не пропалили. А кстати Гринвуд это очень известный человек. Он решил одну из проблем. Надо сказать. А еще он известен тем, как я прочитал Уже в Википеде об этом пишут, что он в молодости да и потом все время занимался еще и криптографией. Во время войны он занимался расшифровкой японских протеографов. И не безуспеха судя по всему, потому что американцы научились читать японские шифры и это сыграло большую роль в разгроме японцев в Тихом океане. Это правда произошло уже после перехода.